Принять эстафету, но пока что мне не поменяли данные, сбросили мою презентацию. Отлично. Итак, среди осложнений сахарного диабета гипогликемия, как вы все хорошо знаете, является самым частым острым осложнением. И вот на этом слайде здесь представлены данные многоцентровых исследований. И мы видим, как у больных с сахарным диабетом первого типа, высок процент гипогликемических состояний до 65, так и у больных со вторым типом сахарного диабета. Мы видим в особенности, у кого даже при уровне гликированного гемоглобина А1С 7%, те, кто получает таблетированные сульфанируемочевидные препараты, частота гипогликемических состояний составляет до 45%. И те, кто находится на комбинированной инсулинотерапии или на инсулинотерапии в качестве ахмона. При этом гипогликемическая пома, как причина летальных исходов, по некоторым данным составляет от 2 до 4, по другим данным от 3 до 4% у больных с сахарным диабетом. Ну, что такое гипогликемия? Это снижение глюкозы плазмы до менее 2,8 ммл на литр, которая сопровождается определенной клинической симптоматикой. Или менее 2,2 ммл на литр, независимо от наличия клинической симптоматики. Естественно, гипогликемия с потерей сознания носит название гипогликемической помы. И вот что хотелось бы мне и на чем сакцентировать внимание, это то, что гипогликемия является одним из основных лимитирующих факторов в достижении целевых значений гликемии у пациентов с сахарным диабетом. Ну вот, если вы посмотрите на слайд, то здесь даны индивидуальные целевые показатели углеводного обмена, в данном случае гликированного гемоглобина А1СФ, при сахарном диабете второго типа в пожилом возрасте, в данном случае, если это средний, что учитывается, обязательно по данным рекомендации нашим отечественным, европейским и американским, учитывается обязательно риск тяжелой гипогликемии. Ну, естественно, наряду с отсутствием или наличием атеросклеротических сосудистых заболеваний или без в качестве, скажем, мона. Что подразумевается под критериями риска тяжелой гипогликемии? Это тяжелая гипогликемия в анамнезе у больного, поэтому обязательно, обязательно нужно уточнять анамнез. Это бессимптомная гипогликемия, это длительная продолжительность сахарного диабета, это наличие хронической болезни почек. Если у нас имеется риск тяжелой гипогликемии и у нас лица среднего возраста, то целевым уровнем гликированного гемоглобина А1С будет являться показатель ниже 7,5%. Напомню, что норма гликированного гемоглобина является 6%. Если у нас имеются больные пожилого возраста, функционально независимые и у них имеется риск тяжелой гипогликемии, то целевой уровень гликированного гемоглобина А1С составляет уже менее 8%. В том случае, когда у нас имеется пожилой возраст больного, функционально зависимый, но без старческой остынии или деменции, целевой уровень составляет менее 8%. И если у больного имеется риск тяжелой гипогликемии и имеется старческая остыния или деменция, то в этом случае целевой показатель гликированного гемоглобина А1С менее 8,5%. Безусловно, когда мы определяем целевые уровни гликированного гемоглобина, а это важно для того, чтобы не получить гипогликемических состояний, мы должны учитывать вот эти моменты. Современная классификация, она подразделяет гипогликемию по уровню. Уровень А1 – это значение глюкозы плазмы от 3 и до менее 3,9 мм на литр с симптомами или без симптомов гипогликемии у больных с диабетом, получающих сахароснижающую зародию, указывает на риск развития гипогликемии и требует начала мероприятия по купированию гипогликемию, независимо от наличия или отсутствия клинических симптомов. Уровень 2 – значение глюкозы плазмы менее 3 мм на литр с симптомами или без, то есть это клинически значимая гипогликемия, которая требует немедленного купирования. И третий уровень – это тяжелая гипогликемия. Гипогликемия в пределах вышеуказанного диапазона с таким нарушением когнитивных функций, включая в том числе потерю сознания, то есть развитие гипогликемической комы, которая требует помощи другого лица для ее купирования. Основной причиной гипогликемии у больных диабетом это избыток инсулина в организме по отношению к поступлению углеводов из мест пищи или из эндогенных источников продукции глюкозы печени, а также при ускоренной утилизации углеводов. Ну, самый частый вариант – это мышечная работа. Какие непосредственно провоцирующие факторы? И о них нужно помнить, особенно когда есть проявление гипогликемии и нужно определить или выявить и по возможности устранить эту причину. Потому что если причину мы можем устранить, мы можем сахароснижающую терапию не менять. Непосредственно связанные с медикаментозной сахароснижающей терапией – это передозировка инсулина, препаратов сульфаниломочевидных или глинидов. Я уже говорила, подчеркну еще раз, что наибольшее количество гипогликемических состояний у больных со вторым типом диабета, получающих таблетированные сахароснижающие препараты, именно имеет место, когда они принимают эти группы препаратов. Ошибка больного. Ошибка функции инсулиновой шприц-ручки. Глюкометра, который может дать и довольно часто дает завышенные показатели. Намеренная передозировка инсулина чаще, поскольку она отмечается чаще у лиц с первым типом сахарного диабета молодого возраста. Ошибка врача. Вот это то, на чем я уже сакцентировала ваше внимание, когда слишком низкий целевой уровень гликемии берется за основу для конкретного данного пациента. И еще один момент – это слишком высокие дозы, то есть передозировка как инсулинотерапии, так и сахароснижающими препаратами, особенно если они даются в комбинации с инсулином. Изменение фармакокинетики инсулина или пероральных сахароснижающих препаратов. Это смена препаратов, естественно, неточная дозировка. Это развитие почечной или печеночной недостаточности, высокий титр антител к инсулину, неправильная техника инъекций, особенно введение неподкожное, внутримышечное, массаж зоны введения, лекарственные взаимодействия препаратов с ульфамилом учениками, повышение чувствительности к инсулину. Это длительная физическая нагрузка, мы об этом поговорим немножко подробно, поскольку это частая причина гипогликемических состояний, ранний, послеродовый период, надпочечниковая или гипофизарная недостаточность, питание, пропуск приема или недостаточное количество хлебных единиц. Очень частая причина, особенно пропуск приема пищи, при отсутствии уменьшения дозы инсулина или дозы сахароснижающего препарата. Алкоголь, ограничение питания для снижения массы тела, самостоятельно предпринимаемым пациентам, без соответствующего уменьшения дозы сахароснижающих препаратов. Замедление опорожнения желудка при автономной нейропатии и состояния, которые сопровождаются рвотой, синдром маляксорбции, беременность первого триместра и кормление грудью. В физиологических условиях глюкоза, как известно, является единственным энергетическим субстратом для клеток центральной нервной системы. И что происходит? Когда у больного снижается уровень глюкозы до 3,3? Это стимуляция вегетативной нервной системы. Она проявляется вегетативной, симптоматика вегетативной и как бы является компенсаторной реакцией. И если это пациент с нетяжелым течением сахарного диабета, с недлительным течением, то в ряде случаев компенсаторная реакция позволяет обнулить гипогликемическое состояние, чего не происходит при длительном течении сахарного диабета, когда вот этот механизм уже работает или работает слабо. При падении уровня гликемии до 2,7 мм на литр появляются симптомы дефицита поступления глюкозы в головной мозг, то есть нейрогликотеническая клиническая симптоматика. У ряда больных происходит смена вегетативной и нейрогликопенической клинической симптоматики. У ряда они сочетаются, а в некоторых случаях, особенно при длительном течении сахарного диабета, вот эти предвестники могут отсутствовать, и гипогликемическая кома может развиться очень быстро, без предвестников. Клиническая картина гипогликемии – это то, о чём я уже говорила, вегетативные симптомы, они хорошо известны, но тем не менее. Эмоциональное возбуждение по типу эйфории, чувство страха, беспокойства, ночные кошмары, озноб, чувство внутренней дрожи, снижение зрения, диплопия, ощущение чувства голода, усиленное слюноотделение парастезии, тошнота, спастические боли в животе. Вот если эти симптомы появляются, слава богу, можно уже определить гипогликемическое состояние. Особенно если мы смотрим на такого больного объективно. Усиленное патоотделение, учащенное сердцевиение, в ряде случаев повышение артериального давления, выраженная бледность кожных покровов, тремор рук, расширение зрачков. Нейрогликопенические проявления естественно характеризуют энергетическое голодание клеток коры головного мозга и диэнцефальных структур, поражение продолговатого мозга, которые проявляются головокружениями, головной болью, раздражительностью, нарушением памяти, неспособностью к умственному сосредоточению, сонливости, апатии, заторможенности, неадекватности речи и поступков. А объективно мы видим патологические глазные симптомы, угнетение сухожильных и брюшных рефлексов, снижение тонуса мышц, патологические стопные рефлексы, гиперкинезы, козонические и колонические содроги, напоминающие эпилептические припадки. В ряде случаев, особенно у больных с первым типом сахарного диабета, инсулинозависимых, гипогликемические состояния могут проявляться и часто проявляются именно нейрогликопеническими симптомами в виде судорог, эпилептических припадков. Что касается ЭКГ-диагностика, здесь мы можем увидеть синусовую тахикардию, суправентрикулярную экстрасистолию, депрессию сегмента СТ, удлинение интервала КУТ, воплощение и инверсия зубца Т. Лабораторная диагностика дает нам следующее. Снижение глюкозы ниже 3 ммл, при томе, как правило, 2,2 ммл. Симптомы не специфичны. Порог их возникновения может варировать. Например, при длительной декомпенсации сахарного диабета симптомы могут развиваться уже при уровне гликемии, гипогликемические, от 5 до 7 ммл. Это так называемая ложная гипогликемия. В то же время, пациенты с автономной нейропатией могут не распознавать истинную гипогликемию, вплоть до снижения гликемии ниже 2,2 ммл. Что может провоцировать гипогликемия и с какими мы можем последствиями сталкиваться? Аритмия. Особенно страшно, если это ночные гипогликемии. Ишемия миокарда, инсульты, психозы, ретинальные кровоизлияния, повреждения коры головного мозга, нарушения, которые сопровождаются нарушением памяти, изменения личности. Лечение тяжелой гипогликемии, которая требует помощи другого лица с потерей сознания или без нее, согласно современным стандартам, заключается в следующем. Пациента укладывают навык, освобождают полость рта от остатков пищи, при потере сознания нельзя вливать в полость рта сладкие растворы, опасность асфиксии. Это мы хорошо знаем, но это остается в качестве критерия. Внутривенно струйно 40-100 мл 40% раствора глюкозы до полного восстановления сознания. И в качестве альтернативы 1 мг или детям 0,5 мг глюкогона подкожно или внутримышечно. Если сознание не восстанавливается после внутривенного введения 100 мл 40% раствора глюкозы, начинается внутривенное капельное введение 50% раствора глюкозы. И это является показанием уже для госпитализации. Если причиной гипогликемического состояния является передозировка пероральных сахароснижающих препаратов с большой продолжительностью действия, внутривенное капельное введение 50% раствора глюкозы продолжается до нормализации уровня гликемии и полного введения препарата из организма. Или лечение легкой гипогликемии, которая не требует помощи другого лица. Это прием 1-2 хлебные единицы быстро усваиваемых углеводов. Это сахар. То есть всегда сахар должен быть под рукой у больного. Об этом все время мы говорим. Тем не менее, когда возникает ситуация, сахара под рукой не оказывается. 2-4 куска. На бивинарии. На бивинарии. Минут через 20. Хорошо? Лучше растворить или варенье 1-1,5 столовые ложки или 100-200 мл фруктового сока, 100-200 мл лимонады на сахаре или что легко носить в кармане и что нужно напоминать неоднократно больным, чего нет в природе, достаточно редко встречается. Это 4-5 больших таблеток глюкозы по 3-4 грамма или 1-2 тубы с углеводным сиропом по 5-10 грамм углеводов. Если через 15 минут, ну как правило, через 15 минут гипогликемия, если это легкая гипогликемия, если она вот вдруг возникла и вы ее видите, она купируется. Но если не купируется, то повторяют еще раз выше указанные мероприятия. Если гипогликемия вызвана инсулином продленного действия, особенно в ночное время, то дополнительно съесть 1-2 хлебные единицы медленно усваиваемых углеводов. Что это? Это может быть хлеб, это может быть каша, это может быть котлета, например, паровая 70 грамм, которая составляет 1 хлебную единицу. Ну, все то, что есть под рукой. Теперь то, что касается профилактики. Вот это тоже важный момент. И, кстати сказать, это важно именно для терапевтов. Особенно, когда пациент перемещается, скажем, из стационара в санаторий, на санаторий на курортное обучение, или из стационара, значит, дом отдыха или домой, и начинает активно ходить. Значит, при незапланированной кратковременной физической нагрузке необходим дополнительный прием углеводов в количестве 1 или 2 хлебные единицы. Если запланирована кратковременная физическая нагрузка, ну, что значит кратковременная? Это значит, длительность ее до 5, то есть до 2 часов составляет. Количество потребляемых углеводов зависит от уровня гликемии перед нагрузкой. Вот это очень важный момент. Если уровень гликемии 11 ммол на литр, то необходимости перед физической нагрузкой в приеме дополнительных хлебных единиц нет. При уровне гликемии от 5,6 до 11 ммол на литр рекомендуется прием от 1 до 2 хлебных единиц из расчета в час. И если исходно пациент, когда он, скажем, перемещается из стационарного этапа на санаторный этап, как правило, компенсирован хорошо. У него уровень гликемии находится в пределах где-то 5, 6, ну, реже 7 ммол на литр. То есть здесь обязательно... И он начинает активно ходить, ходить и ходить. Значит, и вот здесь обязательно напомнить и помнить о том, что если уровень сахара ниже 5,5, то 2 хлебные единицы в час на фоне запланированной кратковременной физической нагрузки он обязательно должен применить. Если физическая нагрузка планируется непосредственно после еды, то допускает снижение дозы инсулина короткого действия, если он принимает инсулин короткого действия, на 30-50%. При запланированной длительности более 2-3 часов физической нагрузки в случае, если пациент получает моноинсулинотерапию, рекомендую снижение дозы инсулина на 30-50%. Скомбинированную инсулинотерапию снижение инсулино-продленного действия на 30-50%. Терапию пероральными сахаросмуждающими препаратами дополнительный прием 1-2 хлебные единицы в час. И если алкоголь. Алкоголь можно употреблять в количестве не более 200 мл сухого вина или 50-75 мл крепких напитков после приема медленно усвояемых углеводов. Если алкогольный напиток содержит сахар, то дополнительное количество инсулина на него не вводится. Я свою краткую лекцию, выступление заканчиваю. И еще раз хочу напомнить. Пожалуйста, терапевты, будьте внимательны к больным с сахарным диабетом 2-го и 1-го типа и определяйтесь с уровнем целевым гликированного гемоглобина для того, чтобы предотвратить возможное развитие гипополикемических состояний. Спасибо вам за внимание.